Аллилуйя! 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 Интересные правовые позиции, которые были сформулированы Верховным судом в сфере гражданского права за этот и часть прошлого года, год, который прошел с нашей прошлой встречи, я отобрал порядка десяти, по-моему, дел. Я думаю, что мы как раз в течение часа пообсуждаем их, и я потом буду рад ответить на ваши вопросы по проблемам частного права. Проблема текстов, которые выпускает Верховный суд иногда, заключается в том, что они не очень понятные, не очень внятные. Вот, например, таковым является базовое для нас, для практикующих юристов, определение, на слайде оно есть, это 24.429, про качество юридических услуг. Это важнейший текст для юридического бизнеса, но он написан настолько сумбурно, и там мысль скачет, как мне кажется, по проблеме, но непоследовательно, перескакивая с одной мыслью на другую. И вот для того, чтобы понять то, что написано, надо прилагать довольно серьезные усилия. И я, честно говоря, занимался реконструкцией во многом, я занимался реконструкцией тех правовых идей, которые могут быть заложены в те или иные определения. Есть акты судебной коллегии по гражданским делам, которые отличаются в худшую, к сожалению, сторону по сравнению с актами коллегии по экономическим спорам. Так вот, когда мы будем с вами обсуждать акты гражданской коллегии, я просто буду от себя все нанести. Это будет сплошь моя реконструкция той мысли, которая билась при написании соответствующего акта. Потому что читать это невозможно. Акты гражданской коллегии Верховного Суда, это просто ссылки на законы и дальше, именем РФ, чего-то. Поэтому здесь мы будем заниматься с вами действительно такой юридической реконструкцией. Давайте начнем. Первая проблема, которую я хотел бы осветить, озвучить, это проблема применения новых правил, которые есть в ГК, в статье 170, в пункт 2, это сделки по символической цене. Я об этом рассказывал довольно давно, практически сразу, как эта новая норма появилась. А можно какой-то фон убрать? Спасибо. Фонит сильно. Практически сразу, как эта новая норма появилась. И что особенно мне приятно, я об этом рассказывал нотариусам. И нотариусы слушали, мне как-то показалось, что даже услышали. И судебная практика, вот именно это дело Верховного Суда, оно в принципе подтвердило правильность наших рассуждений. О чем дело? Дело про применение нормы, еще раз повторю, пункт 2, статьи 180, который сейчас звучит таким образом. Да, ничтожная сделка, которая прикрывает другую сделку, так всегда было в кодексе, и добавили слова, в том числе сделку на иных условиях. Это довольно сложное правило, и для того, чтобы в нем разобраться, нужно, наверное, знать вот такую историю, то, что классика притворных сделок – это сделки по символической цене, так называемые. Я напомню, в конструкции притворной сделки мы имеем две сделки, одна прикрывающая, одна прикрываемая. И вот прикрывающая сделка ничтожна, почему? Потому что это фейк, она не настоящая, она не на самом деле, стороны не хотели этого. Они о другом хотели договориться, но свою истинную договоренность они скрыли, прикрыв каким-то вот этим фейковым, липовым волеизъявлением. Ну, например, долгое время суды говорили, для того, чтобы применять правила пункта 2 статьи 170, нужно, чтобы прикрывающая и прикрывая моя сделка были сделками разного вида. Например, дарение прикрывает куплю, или наоборот, купля прикрывает дарение, услуги прикрывают доверительное управление, или аренду прикрывает договор подряда какой-нибудь и так далее. И вот эта идея, она была устойчива очень, что мы применяем правила притворности сделок, только когда это разные сделки по своему виду. Но, опять я повторю свою мысль, это очень странная была позиция судов, потому что классика притворных сделок – это сделки, совершенные по символической цене. Когда я, например, продаю свою квартиру, которая стоит 40 миллионов рублей, я продаю за миллион. Там в договоре написано миллион. Но вы мне платите миллион перечислением, переводом, и еще 39 миллионов передаете кэшем под столом по расписке. Совершенно верно. Да, и мы пишем расписку, содержание расписки будет сильно отличаться в зависимости от изощренности и грамотности, юридической в том числе, сторон такой сделки. А там может быть ссылка на этот договор, что это дополнительная цена, увеличение цены. Особо, как это, нескушенные делают просто заемную расписку, что как будто взаимный дал. Это особенно глупо. Но так или иначе, мы прячем прикрываемую сделку, продажу за 40 миллионов, под прикрывающей сделкой продажи за 1 миллион. Продажа за 1 миллион – это сделка ничтожная. Почему? Потому что она притворная, она фейковая, она не настоящая. Стороны не хотели ее. И новые нормы пункта 2 ст. 180 ровно про это. На то, что ничтожная сделка, которая прикрывает другую сделку, в том числе, совершенную на иных условиях. Вот совершенную на иных условиях, на каких? Реально за 40, для вида за миллион. Вот та, которая за миллион, ничтожная, потому что она притворная. Но вопрос такой. Ведь никто не мешал и не мешает нам оценивать прикрываемую сделку на предмет ее соответствия законам, например. И здесь нам, конечно, приходится помнить о том, что довольно часто наш кодекс говорит о том, что договоры заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа. То есть все условия сделки должны быть выражены в едином документе, подписанном сторонам. И здесь возникает проблема. Например, если мы говорим о купле-продаже недвижимости. В существенном условии договора купле-продаже недвижимости цена, форма, единый документ. То есть получается, что если вы имеете документ, в котором написано, что продано за миллион, и еще там какая-то расписка на 39, вот возникает вопрос, соблюдена ли форма в этом случае. Но вот есть такой вариант ответа, что нет, не соблюдена. Потому что у вас нет единого волеизъявления, которое было бы выражено в едином документе. И у вас волеизъявление есть продать за 40, но оно раскладывается по разным совершенно сделкам. Одна из них это какая-то там расписка, которую там кто-то написал, а вторая это документ о продаже за 1 миллион. И я, честно говоря, я вот здесь мы спорим с Артемом Герущим Карапетовым, который считает, что нет, надо считать, что это на самом деле все одно, расписку приколол к договору, вот у тебя единая форма. Я не согласен с этим, и мне вот хочется сказать, что, конечно, те, кто вот так вот хитрит и прячет, цену разбрасывает по разным бумажкам, он, скорее всего, должен страдать от этого. И такая сделка должна быть ничтожна по статье 555 ГК, если меня не изменяет память, или форму, по-моему, 555 ГК. Ну, неважно. То есть получается, что вот мы берем, да, как бы делим сделку, все, что было сделано, на две части. Первую часть, верхнюю крышечку мы снимаем, говорим, привет, это пункт 270, это потому что это фейковая сделка, она ничтожна. Но то, что осталось, тоже ничтожно. Почему? Потому что там должна быть единая форма сделки, да, со всеми существенными условиями, а ее нет. И поэтому это самостоятельное основание для ничтожной сделки. И вот мы с нотариусом очень любим это обсуждать и анализировать на предмете купли-продажи жилья, потому что к ним часто такие сделки попадают. Ну, вообще недвижимость, да, потому что это общие правила, а единая форма. Но есть еще одна ведь очень классная категория сделок, которая подлежит обязательному материальному удостоверению, это сделки, связанные с продажей долей в ООО. Здесь есть еще одна очень интересная проблема, это проблема того, что это за сделка такая, которая у нотариуса удостоверяется. Да, это вот она обязательная сделка, либо это просто распоряжение, сейчас не хочу туда уходить. Давайте представим себе, что у нас у нотариуса удостоверяется договор, в котором написано, я тебе обязуюсь долю передать, а ты мне обязуешься за это заплатить 10 тысяч рублей. Я вот знаю, что практика любит в договорах купли-продажи, далее участие в ООО, ставить цену, ну, собственно, это минимальный уставный капитал, на котором создано, как мне кажется, 98% всех российских ОООшек. И вот в деле Верховного суда предметом как раз спора стала вот такая сделка. То есть был договор купли-продажи, там 10 тысяч рублей цена, он был нотариально удостоверен, а в реальности там, по-моему, еще 300 миллионов покупатель передавал. И причем у них тоже были какие-то документы, которые вот эти обязательства передать 300 миллионов подтверждали. Но вот Верховный суд сказал, что так нельзя, что это ничтожная сделка, которая совершена на иных условиях, то есть это фейковая верхняя вот эта вот крышечка, она не сытна. А в отношении сделки с реальной ценой, ну, надо обсуждать, насколько форма соблюдена. Да, очевидно, что если у тебя, ну, как бы, твое обязательство, подлинная истина, оно в нотариальной форме, потому что в стороны пошли, и обязательный договор достоверяют у нотариуса, то, наверное, условия о цене, существенные условия договора купли-продажи до ЛИБО, оно тоже должно быть облечено в нотариальной форме, форма тоже должна быть нотаризована. Здесь этого не было. Да, и поэтому такая сделка ничтожна. Какой практический вывод для юристов из этого дела? Ну, первое, мне кажется, на поверхности лежит, это когда вы покупаете у кого-то, вы же смотрите документы, по которым он купил сам когда-то. Ну, вы хотите купить у меня мою квартиру, например, московскую. Вы говорите, ты, Роман Сергеевич, вот почему собственник? Я говорю, ну, потому что я купил. А покажи договор, по которому купил. Это странно, но вот у нас вот так принято. Это стандарт добросовестности, да, стандарт осмотрительности покупателя. Покажи документы, по которым ты купил. Я показываю вам договор. И там написано, что Бевзенка РС покупатели обязуются платить миллион рублей за квартиру. А вы говорите, ну, так и не бывает. Я говорю, конечно, нет, потому что я купил ее за 40. И показываю, ну, у меня еще и расписка есть, там еще что-то, еще что-то есть. Вот что вы должны сделать, увидев все это? Вы сказали, помните, как в Простоквашино было? Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. То есть, поздравляем тебя, Роман Сергеевич, ты не собственник. Я говорю, в смысле? Я же в реестре даже есть. Нет. Потому что ты купил по ничтожной сделке. Ничтожная сделка собственность не порождает. Я говорю, ну, приобретательной давности стекла. Говорит, ну, это ты будешь судье рассказывать, да, а не покупателю. Поэтому я вот, например, я бы старался держаться подальше от тех, кто владеет имуществом, которое вы собираетесь купить, по вот таким вот сделкам с символическим ценами. Это вот следует из позиции по делу, которая есть на слайде. Единственное, что я, наверное, два дополнительных комментария, которые я хотел бы сделать. Вот. Первый комментарий – это вопрос о том, что ведь на самом деле, ну, допустим, доля в ООО могут быть проданы за 10 тысяч рублей. Почему? Ну, потому что, например, у этой компании долгов много. Да, и я ее покупаю по каким-то причинам, связанным с тем, что у нее какой-нибудь там товарный знак там есть. Но у нее много долгов, а имущество стоит недорого. Да, и я плачу символическую цену, ну, как в свое время Абрамович купил Челси, по-моему, за один фунт. Потому что у Челси был долгов на 300 миллионов фунтов. Он заплатил один фунт символический, ему передали акции клуба, и он стал его акционером, да, стал собственником акций. Ну, так как, то есть в таких вот бизнес-транзакциях это абсолютно нормально. И если у нас нотариусы присутствуют здесь, то я вот призываю, ну, как это, не быть излишними формалистами, да. То есть если к вам приходят стороны и говорят, за 10 тысяч рублей долю продаем, а вы спрашиваете, как нотариус, почему? Они говорят, а вот так хотим. Свобода такая, свобода договора, дурно понятая, да. Карапетова прочитали, но не поняли. Вот мы так договорились. Нет, ну так не работает, да. Это известный такой вот комментарий, известное возражение, что свобода договора. Нет, свобода договора это не про это. Свобода договора это не свобода совершать притворные сделки. То есть, нотариус говорит, объясните, почему за 10 тысяч. То есть, если вы не хотите мне объяснять, ну, тогда я просто вам откажу в совершении нотариального действия и все. Потому что, на мой взгляд, вы хотите совершить притворную сделку, ничтожную. Нотариус обязан отказать в нотариальном удостоверении ничтожной сделке. Объясните, почему. И продавец говорит, ну, вот потому что у нас там долгов на 300 миллионов, имущество стоит 100 миллионов, и поэтому это символически 10 тысяч. Понятно, да, то есть такое вполне может быть. И к этому надо нормально относиться, и хорошо, особенно если еще у вас след вот этих ваших диалогов с клиентом останется, я имею в виду, да, у нотариуса, это будет полезно. А другой очень интересный, очень сложный пример, который я люблю, и который тоже надо держать в голове, он заключается в том, что иногда символическая цена – это свидетельство того, что перед нами очень интересный, очень сложный договор, который называется «Договор смешанного дарения». Это очень любопытная конструкция, про нее мы довольно мало знаем. На русском языке есть одна старая работа и одна современная статья про смешанное дарение в журнале «Цивилистика». Что это такое? Договор смешанного дарения – это когда я смешиваю, куплю, продажу и дарение. Например, допустим, я хочу, мы понимаем, да, под дарением всегда лежит такая штука, которая называется «облагодетельствовать», да, я хочу облагодетельствовать, а не «мус донанди», я хочу облагодетельствовать, например, своего сына, и я хочу ему подарить квартиру. Но не просто подарить, 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 а я хочу, чтобы он еще пошел, может быть, сам где-то поработал помощником адвоката за какие-то, может быть, несущественные деньги, но тем не менее, чтобы он поработал какое-то количество месяцев, заработал, не знаю, 100 тысяч рублей, чтобы он понял, что деньги этого не просто так с неба падают, или я знаю людей, которые из шкафчика их берут, потому что они там оказались. Ну вот, и деньги надо зарабатывать трудом, то есть я хочу, чтобы он поработал, и чтобы он мне заплатил 100 тысяч рублей за эту квартиру. Квартира стоит, допустим, 40 миллионов. Вот что произошло? Является ли такая сделка ничтожной, притворной? Нет. То есть в части продажи я отказываюсь от 39 миллионов 900 тысяч, это дар, но в части купли, вот эти 100 тысяч, это цена. И поэтому у нас получается очень интересное смешанное дарение, это очень красивая конструкция. Я всегда призываю, если есть молодежь, которая в поисках темы для квалификационной работы, хватайте, просто разбирайте, потому что нам нужны люди, которые будут разбираться с смешанным дарением. Берите ее в качестве темы для исследования магистрского, это очень хорошо будет. То есть получается, что вот это мы явно через анализ воли, анализ подлинных намерений сторон, мы явно выведем эту сделку из-под удара пункта 2 ст. 170 ГК. Во всех других случаях, понятно, что, кстати, нотариус общается с клиентом, клиент говорит, я хочу за 100 тысяч рублей продать квартиру этому покупателю. Нотариус должен спросить, а почему за 100 тысяч? Она стоит 40 миллионов. Если в ответ он слышит, не твое дело, свобода договора, читайте, Карапетова, ну нет, мы такой не покупаем, мы такой не берем, так нельзя. А если вот он объяснит, что да, это человек, который мне близок, я хочу вот так вот его благодетельствовать, но уж совсем бесплатно не хочу, ну чтобы какие-то денежки небольшие в обмен получили, то вы это фиксируете, и вы говорите, о, окей, хорошо, смешанное дарение, мы такое знаем. Знаем, проходили. И здесь, кстати, тоже, если рассуждать про смешанное дарение, то ведь его можно увидеть не только в купле, вот элемент купли плюс дар, анимус до нанди. Намерение благодетельствовать. Но ведь могут быть, например, еще и, допустим, в качестве дарения могут существовать договоры, например, услуг. То есть есть много случаев, когда, допустим, юристы безвозмездно работают для кого-то, и для них это такая вот форма благотворительности. А есть в ГК регулирование договора безвозмездного оказания услуг? Нет. В ГК это только возмездное оказание услуг. Это очень интересный вопрос. А что такое договор безвозмездного оказания услуг с точки зрения систематики договоров во второй части ГК? Ну как? Вот смотрите, дарение, это что такое? Дарение, это либо когда я безвозмездное имущество передаю, либо требования уступаю, либо устанавливаю требования к себе, либо прощаю долг. Кстати, тоже прощение долга может быть дарением, а может не быть дарением. А вот про безвозмездное оказание услуг, если оно полностью безвозмездное, например, я бы сказал так, что это, скорее всего, просто не поименованный в ГК договорный тип, ну вид договора, и к нему применяются базово общие правила об обязательствах, и, ну, по всей видимости, по аналогии мы знаем, да, вот сейчас есть такое правило в кодексе, по аналогии мы можем взять и нормы о близких договорах применения. Ну, конечно, в первую очередь просится договор дарения. То есть безвозмездное оказание услуг, это вот такой вот своеобразный вид контракта, к которому применяется общая часть обязательственного права, плюс по аналогии можно применять отдельные нормы из дарения, ну там, ответственность за качество, там, право прекратить контракт и так далее. Если я услуги оказываю по символической цене, то это будет смешанный договор, да, договор смешанного дарения, да, услуги плюс договор дарения и так далее. Поэтому эту проблему надо знать. Если я вас заинтересовал, попробуйте найти, да, либо вот такая хорошая книга Симолин, да, дореволюционная книга Симолина, барон Симолин, называется «Момент безвозмездности в гражданском праве», ну, либо статью в цивилистике, я к стыду своему забыл фамилию автора, но если надо, там, не знаю, попробуйте связаться со мной, я найду, подскажу. Можно погуглить, я думаю, что вы найдете. Окей, следующее дело. Это дело гражданской коллегии Верховного суда, дело номер 77 КГ-22-2-К-1. Ну вот здесь обсуждается тоже очень любопытная проблема, которая меня долго волновала. Это вопрос о том, в какой форме заключает договор купли-продажи квартиры, например, если супруги приобретают эту квартиру в долях. Ну, базово вы помните, что в России, к сожалению, я от себя добавлю, действует совместная собственность супружеская. Да, это чудовищно, это антиконституционно, это абсолютно неправовое, но вот, увы, пока так и живем. То есть, неважно, кто что покупает, на кого зарегистрировано, вот все общее. Причем самое страшное, что это общее и не публично для всех. То есть, вот это вызывает особые, наверное, эмоции у меня. То есть, в реестре записан я, как собственник квартиры, дальше вы меня спросите, а ты в браке? Я скажу, конечно, нет. В паспорте у меня, да, штампа о браке нет. Кольцо обручальное на пальце вы не видите. И вы не знаете о том, что у меня есть супруга. То есть, понятно, вы как добросовестный, по новым поправкам в семейный кодекс, можете пользоваться защитой, но расскажите это людям, которые оказываются в качестве ответчика в судах, общей юрисдикции. Получают ли они удовольствие от того, что они купили квартиру и дополнительно приобрели радость пребывания в качестве ответчика по иску об оспаривании сделки. А если это еще квартира кредитная у вас, то есть, вы можете проиграть дело у вас, допустим, вам судья скажет, ну, что кольцо не носит, мой тоже не носит. И что, пошла бы к подъезду к бабкам и сказала бы, ну, что там бабки, вот вообще, Бевзянка-то как он, человек надежный, нет. Он скажет, да, женатик проклятый. И все, ну да, очень просто. И поэтому это еще бабушка надвое сказала, да, вот, получите вы защиту или нет. Бабушка надвое у подъезда, который сидит. Смешно. И вот в целом, наверное, это такое отчасти симпатичное для третьих лиц решение, когда супруги хотят, чтобы на квартиру была не совместная собственность, незаконный режим, а долевая. Ну, например, допустим, мы покупаем с супругой квартиру, ну, и, допустим, она использует какие-то свои личные деньги, я использую тоже что-то, что является моим, не общим, а моим личным. И, ну, разумно предположить, чтобы квартира была в долях, в долевой собственности. А долевая собственность регистрируемая. Да, то есть, долевая собственность не может возникнуть помимо регистрации. И поэтому это хорошо для третьих лиц. То есть, понятно, что есть супруги, у них, у каждого, допустим, по одной, второй доле. И вот, когда кто-то третий будет покупать эту квартиру, он будет знать, что вот он имеет дело с собственниками, которые записаны в реестре. Это полезно. Но у нас есть правило в Семейном кодексе о форме брачного договора. И там написано, черно-по-белом, он должен быть заключен в нотариальной форме. Спрашивается, если супруги приобретают квартиру в долях, можно ли это квалифицировать как брачный договор в отношениях внутри двух покупателей? То есть, понятно, что не в отношениях с продавцом. Я знаю, что есть такие формы брака из трех и более лиц. Но я имею в виду, конечно, вот эту множественность на стороне покупателя, когда муж и жена вместе договариваются о том, что мы покупаем, но не в совместную, а в долевую. Вот мне всегда казалось, что это как раз и есть такая форма брачного договора, специфическая, очень такое волеизъявление, сделанное при покупке квартиры. Мы договорились отступиться от общего режима семейной собственности, которая в семейном кодексе, а если это соглашение об отступлении от общего режима, добро пожаловать в нотариальную форму сделки. И это означает, что такой договор купли-продажи должен быть нотариально удостоверен. Это вызывает споры, и довольно долго вызывало споры. Я вот знаю, есть у коллег какие-то другие точки зрения. Они говорят, нет, ничего нотариально удостоверять не надо, может быть, простая письменная форма, все окей. Более того, одно из таких дел пару лет назад добрело до административной коллегии Верховного суда. Вот забавно, гражданская коллегия нумерует свои акты буквами КГ, ну вот люди постарше, примерно моего возраста, которые читали разные веселые интернет-ресурсы, знают, что такое КГ в интернете. И мне, ну я не буду это публично говорить, потому что под запись особенно, да, потому что, ну да, у давком был такой ресурс знаменитый, там вот всегда эта аббревиатура была на плаву, так скажем. А у административной коллегии тоже забавная нумерация, там АД, ну что, да, 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 говорит само за себя. Хотя, кстати, то, что они пишут, мне даже больше нравится, чем пишут гражданские коллегии. Да, то есть у них есть прям вот вполне себе даже определения, которые такие читабельные, мне нравятся. Ну так вот, и административная коллегия рассматривает, я не знаю, как это называется, по-моему, административный иск, да, просто это все в код, как называется, кодекс административного, КАС, да, я просто его ни разу не читал, я его ни разу не открывал, ну, я стараюсь воздерживаться от получения неочевидных удовольствий, поэтому я ни разу в жизни не читал, сейчас, к сожалению, читаю ГПК, вот, я тоже всегда бежал, как от огня, делал в судах общей юрисдикции, и новые ГПК я не читал, ни разу не открывал, но вот сейчас, к сожалению, есть казус, где я вот хожу по представителям судов общей юрисдикции, получаю неочевидное удовольствие от этого, и вынужден читать ГПК, потому что я учился по ГПК 64-го года, но новый ГПК я не знал вообще, ну, так вот, и, да, и административные коллеги рассматривают как раз административный иск гражданина, который пошел регистрировать вместе со своей женой долевую собственность, потому что они купили на двоих долях, и они купили в простой письменной форме, Росреестр отказал им, сказал, у вас это брачный договор, он должен быть в нотариальной форме, а у вас простая письменная, поэтому у вас сделка ничтожная, я вам отказываю, и они пошли оспаривать, по-моему, суды согласились с Росреестром, и дело доходит до административной коллеги, так говорят, да нет, что я придумали ерунду какую-то, где же такое видано, там, ахаля-махаля имени Росфедерации, в общем, да, удовлетворить административный иск заставить зарегистрировать вот эту долевую собственность. И гражданская коллегия, когда берет дело на пересмотр, там, спустя пару лет, вот, которое на слайде есть, она занимает другую позицию, она говорит, когда двое супругов в договоре купли-продажи договариваются о том, что собственность будет несовместная долевая, они меняют режим общего имущества, и поэтому это брачный договор, а раз это брачный договор, то нотариальная форма, ее нет, сделка ничтожна. И все. Кстати, было бы совсем тонко, если бы можно было так сказать, она ничтожна в части условия о долях, но в части совместной собственности все в силе, и поэтому надо зарегистрировать, ну вот, ну правда, а как понять, на кого регистрировать, на муж или на жену? Ну, а в чью-то на жену? Сказала, да, сказала девушка, да, знаете, у англичан есть хорошая поговорка, что жена и муж это одно целое, и это целое, это муж. Ну, это такая вот юридическая поговорка из, по-моему, 18 века, если мне память не изменяет. Может быть, вот эта проблема была бы тогда, то есть, а на кого? У нас нет такого регистрационного действия, когда мы регистрируем что-то, как совместную собственность с указанием двух фамилий в реестре и указанием на совместный характер. Такого нет, я не знаю, я никогда не встречал. У вас так, да? Ну, 10-го года? 23-ть. Есть такой, да? То есть, так, слушайте, ну, это где, в каком? Новосибирске. Ну, Новосибирск, город солнца, поэтому, город солнца, да, и продвинутых правовых решений. Я с этим никогда не сталкивался, честно. То есть, я, ну, довольно много, в том числе, ну, личной недвижимости, вот, и всегда там один. А вы прям в договоре написали, что покупается? Просто я помню, что одно время была какая-то подзаконная такая вот история, было какое-то разъяснение Росреестра о том, что вот так можно делать иногда. Говорят, вот, если стороны хотят так сделать, если они хотят опубличить совместный режим, то, может быть, вот, вы попали как раз в какой-то створ, может быть, в договоре, но неважно. В общем, в любом случае, это было бы тонкое решение. Не вся сделка, недействительная, потому что действительно наказали, в том числе не только супругов, которые захотели изменить режим не в нотариальной форме, наказали еще и продавца, он бедненький, причем здесь, знаете это дело. Дело 05-S22-17-862. Это дело про новый инструмент, который есть в ГК, это заверение об обстоятельствах. Все помнят, что у нас в результате изменений кодекса у нас появилось два инструмента, один называется заверение об обстоятельствах, другой называется обязательство по возмещению потерь. И одно время размышляли, как они между собой связаны, и пришли к выводу о том, что заверение об обстоятельствах это скорее про что-то прошлое. Я вам продаю долю и говорю, да ну не было, исков никаких не было, и правонарушений никаких не совершал, и законодательство о труде соблюдал, и налоги платил, и вот все окей. А возмещение потери обычно понимают как инструмент, который направлен на будущее. То есть, а если в будущем с тебя придет налоговая взыщет, там с компанией недоимка, то я тебе обязуюсь по принципу рубль за рубль и все то, что тебя взыщет, тебе возместить. То есть, это не убытки, это не ответственность, это, ну, такое, мне нравится, как Артем Гарапетов это характеризует, он называет это внутренним страхованием, то есть, это такое внутреннее страхование без страховщика. То есть, страховщиком выступает не профессиональный страховщик, а сторона контракта. Ну, я тебе продаю что-то, если там что-то у тебя случится, но не по моей вине, не в связи со мной, ну, что-то случится, и это повредит твоей имущественной сфере, и я тебе возмещу по принципу рубль за рубль все то, что с тобой произошло. В этом деле, которое дошло до Верховного суда, обсуждается применение условия договора купли-продажи долей в ООО, в котором было написано, что я даю заверение о том, что я не нарушал законодательство в сфере ценных бумаг, по-моему, брокеры продавали, там есть лицензия, она действительно, и вот все такое. И в контракте условия о том, что если заверение нарушено, то можно убытки взыскать, может какая-то неустойка какую-то взыскать и так далее. Продали долю, то есть договор купли-продажи был в середине года, по-моему, 19-го года. Продали долю и в конце, прямо в самом-самом конце декабря 18-го года Центробанк обнаруживает какие-то нарушения законодательства о ценных бумагах, допущенные обществом, доли в котором продали, и лицензия аннулируется. А лицензия, так понимаю, это самый главный актив был у этой компании, собственно, ради чего ее покупали. И покупатель пошел с иском о взыскании неустойки за нарушение заверений. То есть, ну, там сказали, что нет нарушений в законодательстве о ценных бумагах, они вот есть. И поэтому заверения нарушены, и поэтому с тебя вот санкции за нарушение заверений. Это непростой вопрос, да, что за природа такая у обязательства, связанного с заверением. То есть, я тебе как бы утверждаю, что я не нарушал. Вот что это за обязательство такое, да, вот помните определение обязательства ПГК. Там, в силу обязательства 37-е одно лицо обязуется передать имущество, там, заплатить деньги, выполнить работу, либо воздерживаться от совершения действия. А здесь это такое обязательство вот по типу такой гарантии какой-то. Я тебе гарантирую, что вот там этого не было. Но, тем не менее, там, несмотря вот на то, что базовое понятие об обязательстве не вполне, да, может как бы переработать понятие обязательства и заверения, оно в законе, там, прямо специально написали, потому что хотели снять сомнения. И суды, что удивительно, отказывают в иске покупателю и говорят, слушайте, так лицензию лишили не вот в тот период, который предшествовал заключению договора, а тогда, когда ты уже стал участником этого ООО, поэтому это твои риски. Они не охватываются заверениями, и поэтому в иске о привлечении к ответственности надо отказать. На мой взгляд, это какая-то совсем дикость. То есть, кодекс специально писали для того, чтобы такого не было. Но вот суда не разобрались. Верховный суд очень неплохое определение по делу о заверениях выпустил. И он как раз анализирует, что да, само лицензия нарушения было на момент заключения договора, но уже было, объективно оно существовало. Да, само лишение лицензии произошло после перехода права на долю ООО, но это произошло по обстоятельствам, которые были до момента передачи купленной доли, и поэтому, конечно, это охватывается заверениями, и их надо приводить в исполнение и привлекать к ответственности за нарушение заверений. В общем, в целом, кто занимается сделками, обратите внимание на это определение, оно и по качеству очень неплохо написано. 24,29 – это довольно любопытный спор, посвященный качеству юридических услуг. Я точно цифры не помню, какие там были суммы гонораров юристов, но я помню, что они меня удивили. Они меня удивили. А история была такая. Некий арендатор хотел взять в аренду в Москве памятник истории культуры. В Москве есть правило о том, что если ты берешь памятник в аренду, памятник находится в ветхом состоянии, то можно договориться с государством, с арендодателем, о том, что у тебя арендная плата будет символическая, один рубль в месяц за квадратный метр. Но у тебя будет обязательство восстановить памятник и потом поддерживать его в приемлемом состоянии. И юристы, юридическая фирма… Я не знаю название, поэтому смысл его произносить. А если бы знал, он тоже не стал произносить. Да, юридическая фирма заключила договор с потенциальным арендатором, по которому она обязалась сопровождать заключение договора аренды с арендодателем, с публичным образованием, с подразделением московской мэрии. И обязалась добиться того, чтобы в условии договора аренды было положение об одном рубле за квадратный метр. И цена, стоимость услуг за сопровождение договора составила что-то около 20 миллионов рублей. 22 миллиона, спасибо большое. Вам тоже, видимо, понравилась цифра. А, ну да, 22 миллиона рублей. Ну, вот как бы, наверное, все понятно. То есть, в целом, что это за деньги, что это за юристы, и кому эти деньги причитались. Но, тем не менее, как ни пойман, ни коррупционер, поэтому надо порадоваться за коллег, которые умеют так заниматься договорами, что зарабатывают такие... Я вот на договорном сопровождении, например, таких денег не зарабатываю. Если это был бы способимый договор аренды, например, я бы, конечно, вряд ли смог... Я, кстати, даже посчитал, по-моему, по нашим ставкам, сколько бы там часов, там какое-то сумасшедшее количество часов просто. Ну, я не знаю, это вот одна буква в день. То есть, ты напечатал, целый день печатал. А, ну, тяжело, непросто. А, непростая буква. Да, это очень смешно. Я думаю, кстати, что во многом, наверное, судьи Верховного Уста, которые дело смотрели, они это понимали. Ну, понятно, все взрослые люди. Но это, кстати, дополнительно, наверное, упрек к этому... Оно мне не нравится, мне кажется, оно неправильное. Вернее, как, дело решили правильно, но очень плохо написали. Мне кажется, вот это вот один из упреков, ну, вообще к судам, наверное, в целом, то, что... Ну, такое лицемерие, да, такое юридическое. То есть, ты решаешь так, потому что у тебя в голове одно, а на бумагу ты кладешь другое. То есть, конечно, нормальный судья, который свободный, да, который понимает, что то, что он пишет, это, ну, как бы, проекция его личности на бумагу. Конечно, написал бы, слушайте, вы мне принесли какой-то позор. И я, как судья, я думаю, что это все, например, липа, и я вообще думаю, что это, скорее всего, коррупция, там, и так далее. Понятно, что этот акт, он, конечно, не стал бы, там, сам по себе, там, не знаю, обвинением в совершении уголовно-наказуемого деяния, потому что стандарты, там, доказывания в гражданских делах, в уголовных, они совершенно разные, и то, что, там, судьи увидели какой-то, там, душок у этого контракта, совершенно, как бы, ну, в тюрьму его не уполокут после этого. И я бы, если я был бы судей в этом деле, я бы так написал. Ну, вот, к сожалению, судьи ВС не написали такое. Но, чего они написали? Они рассуждают про то, что из себя представляет предмет договора об оказании юридических услуг. И начинается, вроде бы, так все более-менее правильно, аккуратно. Они пишут, что предметом договора об оказании услуг является деятельность исполнителя, и обязательством исполнителя является, ну, его обязанность прикладывать усилия. Мы помним, да, то, что есть два типа договоров о труде. Ну, вообще-то, если еще совсем уйти, вот, совсем вглубь, то есть договор найма вещей, который мы называем аренда, есть договор найма труда. Договор найма труда распадается, в свою очередь, тоже на несколько видов. Договор найма труда с тем, чтобы ты трудился и достиг некого результата. Если это связано с вещами, мы это называем подряд. Второй тип – это договор найма труда, когда ты, ну, просто делаешь что-то, и я тебе плачу, ну, просто потому что ты хорошо это делаешь. Например, я учу вас, там, немецкому языку, да, вы почему мне платите? Не потому что вы получили знания немецкого, да, у нас результат, может, и не достигнут. Может, я вас учу, учу, а у вас все, ну, никак не выходит, не получается. Это же не значит, что мне не надо платить. Надо. Почему? Потому что тип договора такой, да, договор о приложении усилий. Кстати, ну, я не могу упустить этот момент. Трудовой договор. Ну, вообще, о чем договор? Договор о приложении усилий, да, то есть работника, тот, кто прикладывает каждый день с понедельника по пятницу, там, с 9 до 6, прикладывает усилия в соответствии с указаниями работодателя. Причем это абонентский договор, да, что вот особенно приятно для работников. И вот в моей картине мира, конечно, трудовой договор – это обычно часто правая сделка, которая просто имеет там некий сильный социальный окрас, в который очень сильно ограничена свобода договора, и, конечно, базовая – это там то, что улетело в отдельный кодекс, но это абсолютно частное право. И меня удивляет ужасно, когда коллеги, занимающиеся трудовым правом, трудовыми спорами, вдруг говорят, нет, вы знаете, вот вы как-то вот забудьте про то, что есть ГК, который может быть субсидиарно применен к трудовым договорам. Это как так вообще? Ну, то есть пришел работник, приставил пистолет к голове работодателя и сказал, подписывался со мной трудовой договор, взял, подписал. Нельзя оспорить эту сделку по 179 ГК, правда? Трудовики говорят, нельзя. Ну, серьезно, он может что сделать? Он может потребовать расторжения договора, если окажется, что этот парень с пистолетом, там, недостаточно квалифицирован для своей должности, ну, если его надо уведомить, там, сколько, две недели. Правда, да? Вы с ума сошли? Прямо самое чудовищное, что Верховный суд, гражданская коллега так же считает. У них есть определение, где они прямо в лоб сказали, что никакие составы не могут быть применены, никакие составы внести 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 сделки не могут быть применены к трудовым договорам. Чудовищно просто, ну, это позорище. Ну, вот так, пока, по крайней мере. Ну, вот надо браться за практику трудовых споров, в общем, порядок там наводить, потому что это ужасно. И, я как-то далеко ушел, да. И вот, то есть, мы получаем два типа договоров о труде. Первый – это договор о достижении результата, а второй – договор о приложении усилий. Вот спрашивается, могут ли юристы работать по модели и той, и другой? Конечно, говорите вы. Ни в коем случае говорит вам Верховный суд. Да, потому что прямо в этом определении, прямо в лоб написано, что стороны договора об оказании услуг не вправе менять предмет договора. Это императивное требование, императивная норма о том, что ты должен прикладывать усилия, и за это ты, вот сколько усилий приложил, столько и заработал. Как потопаешь, так и полопаешь. Учит нас добрый Верховный суд. Но я думаю, что, скорее всего, они это написали, потому что, ну, видимо, им было все понятно, что там вот эти 22 миллиона платить за то, что они один раз там куда-то съездили в мэрию на метро, там, вышел из метро, доел мороженое, там, да вы нам договоры нам подпишете? Нет. А, ну ладно. Ну, то есть, добрее. И чудовищная позиция неправильная абсолютно. Ну, вот она, к сожалению, стала текстом в этом определении. Конечно, конечно, юрист может договориться с своим клиентом о том, что он будет работать не по модели приложения усилий, а по модели достижения результата. Но это знаменитый success-fig, да, гонорар-успех. Достигнешь, тогда получишь успех. Да, получишь большой, большую выплату, просто потому что ты готов был работать, не получая деньги на стадии самого проекта, и по факту он получишь. Причем, мне казалось, что вроде бы успокоилась эта история с гонораром успеха, да. Там есть проблема с тем, как гонорар успеха переложить на проигравшую сторону. Можно ли полностью или только в разумных пределах? И суды говорят, да, в разумных пределах каких-то небо... Ну, можно, но не полностью. И я, наверное, тоже, может быть, с этим готов согласиться. Но мне всегда казалось, что вопрос вот в отношении юрист-клиент гонорара успеха был закрыт. Но вот в этом определении Верховный суд явно говорит, нет, давайте-ка еще тоже посомневаемся. Это первое. И второе, самое ужасное в этом определении, там получилось так, что договор был подписан вот этим госорганом-арендодателем, но он не был согласован компетентным подразделением мэрии. И когда пошел на регистрацию арендатор, ему в регистрации отказали этого договора. И коллегия Верховного суда говорит, а так договор-то не зарегистрирован, поэтому договора нет аренды. И поэтому, какие вы деньги хотите за свои услуги? Нет. Слушайте, ну, мне казалось, что мы уже прошли, мы уже вылечились от этой болезни. Да, о том, что договор аренды недвижимости на срок год и более подлежит регистрации и считается заключенным в своем регистрации для третьих лиц. Но между самими сторонами договор считается заключенным в своем подписании. Слушайте, Высший арбитражный суд об этом, да, вот эти знаменитые дела были, Восточно-Лесной порт, и потом пленум был, 73-й по аренде. И даже ГК поменяли. И даже сам Верховный суд, бедненький, в деле аэропорта Кольцова, в котором я участвовал, он там тоже это подтвердил. И потом пленум был у Верховного суда, в пленумах они про это говорят. А тройка говорит, ну, регистрации нет, и договор не заключен. Это, ну, это что такое? Ну, это как вообще к этому относиться? Это плохо очень, так нельзя. Поэтому мы это определение критикуем, оценим его критически. Следующее дело, это дело про аванс, который был выплачен, должен был быть выплачен по договору. Это старый тоже очень вопрос, который уходит куда-нибудь, наверное, в юриспруденцию середины 90-х. Я вот помню, что я был еще даже, наверное, студентом, и я читал работу Людмилы Александровны Новоселовой в каком-нибудь там 90-м, может быть, 7-го или даже 96-го года, где она описывала эту проблему, вот можно ли понуждать к выплате аванса контрагент. Ну, то есть мы с вами заключили договор, по которому я вам услуги юридические оказываю, а вы мне аванс должны дать. Допустим, заплатить мне 10 миллионов рублей авансом, после этого я буду вам оказывать юридические услуги. Ну и вот вопрос, да, такой, там, наступает день X, аванса я не получил от вас. И могу ли я предвести к вам иск обзыскания аванса, выиграть его, получить через поллисты деньги, и потом прийти к вам и сказать, я вас же юрист, да, вы оплатили мою работу, давайте же скорее, я буду прикладывать, как нас в предыдущем деле учат в Верховном суд, буду начинать прикладывать усилия, да, оказывая вам юридические услуги. А вы говорите, да я тебя ненавижу, пошел, а дуб, там, вон, там, мерзаяц, да, там, с меня пристав, там, обобрал, как липку. И вот как раз улюбнул Александра Новоселова, я в свое время эту идею прочитал, и она меня тогда еще, да, это было уже, сколько там, 30 лет назад, она меня убедила, то, что, ну, вот, понуждать к исполнению можно только тогда, когда, ну, это у тебя не открывающее обязательство в договоре, да, не то, что, вот, как бы, там, включает контракт, да, заводит его, а это когда ты сам сделал то, что с тебя причитается, а тебе не дают. Ну, например, я вам деньги заплатил аванс, а вы ему должны земельный участок передать, но вы не передаете, вот я могу предъявить исход о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Тоже это такое, ну, в общем, спорное решение, потому что есть правопорядки, которые говорят нет, да, и это касается индивидуальных вещей, а уж обязательств о совершении действий, например, я вам дал аванс, вы мой юрист, я вам дал аванс, а вы не идете ко мне. Вот могу ли я предъявить иск о понуждении вас оказывать мне юридическую услуги? Это очень непростой вопрос, да, очень сложно. Я не хочу сейчас про него говорить, потому что у нас времени мало осталось. мы обсудим, сосредоточимся только на одном аспекте, это вот понуждение к исполнению стартового открывающего обязательства. И как раз тогда Людмила Александровна Новоселова предложила такую мысль, то, что ну, зачем принудительно затаскивать в контракт того, кто этот контракт явно уже не хочет. когда вы инфорсите, когда вы заставляете исполнить принудительно это открывающее обязательство, которое включает договор, вы тем самым принудительно фактически вы заставляете сотрудничать стороны контракта, которые не хотят этого, между ними конфликта. И когда вы взыскиваете аванс, и потом придет юрист, а юрист, естественно, не встретит добрый прием, потому что он выиграл дело о взыскании аванса, он будет какие-то услуги пытаться оказывать, ему будут палки в колесо ставить, писать, что ты вообще некачественно не оказываешь услуги, и вообще неправильно прикладываешь усилия. Нормальный, средний, разумный юрист не прикладывает усилия таких, как то, что ты делал, наоборот, он прикладывает усилия такие, которые от тебя даже мы не дождались. Ты пришел пьяный в заседание судебное, тебя вырвало прям, а ты мне счет потом прислал. Ну, что это такое? Нет, это не является приложением надлежащих усилий. Да, и поэтому как раз позиция старая, Людмила Александровна, судья высшего арбитражного суда, в общем, очень авторитетный юрист, и эта позиция, она победила в итоге, и в практике арбитражных судов она была, ну, скорее, такая вот устоявшаяся, устойчивая. Нельзя понуждать к выдаче аванса. Потом эта позиция, она несколько модифицировалась, может быть, даже сказать, генерализировалась в одном из разъяснений высшего арбитражного суда, посвященном кредитным договорам. Был такой обзор практики, связанный с разрешением споров по кредитным контрактам, это обзор 147, если мне не изменяет память. И вот как раз в этом обзоре один из пунктов обзора, а можно ли банк понуждать к выдаче кредита? Ну, ответ нет. Почему? Потому что это как раз стартовое открывающее обязательство, и нельзя такие иски предъявлять, а если они предъявлены, то они не подлежат удовлетворению. Понятно, что с банками есть еще дополнительная окраска, это обязанность банка заботиться о качестве кредитного портфеля. То есть, например, банк подписал кредитный договор, а потом у заемщика что-то произошло, например, допустим, муж мажоритария заемщика перестал быть мэром одного большого города. Я слышал, бывает такое иногда. И банк, который охотно готов был кредитовать эту компанию, теперь сомневается в том, что будет ли все хорошо, потому что, как известно, предпринимательские способности очень часто зависят от того, насколько высока должность супруга. будет ли возвращен кредит или нет и так далее. И у банка должно быть право не дать кредит, а понуждать к исполнению совсем странно. И это нарушает принцип то, что банк должен проявлять повышенную ответственность за те деньги своих платчиков, которые он размещает в виде кредитов. Ну и у арбитражных судов с этим, наверное, проблем не было. Я не помню, что было бы какое-то яркое дело, где был бы придавлен иск обзыскания аванса и президент вас в нем бы отказал. Было одно дело в середине нулевых, где косвенно это обидер диктум, как сказано попутно, что еще и аванс тоже нельзя понуждать, но прямо в лоб я, честно говоря, не помню такого. Мой коллега Михаил Церковников, который является знатоком очень странной для меня сферы, как электроэнергетика, он мне рассказывал, что в каком-то из энергетических споров, где идут обсуждения сложных правил, тарифное регулирование, еще что-то, еще что-то, где-то якобы это прозвучало. Но я вот прямо в лоб такого не помню. Но вот до Верховного Суда добралось такое дело и судебная коллегия по гражданским делам подтвердила вот этот подход, который в нежестоящих судах он точно был господствующим, но на уровне высшей судебной инстанции, по-моему, такое появилось впервые. Тоже обратите внимание на этот казус. Вечное право. Гражданская коллегия. Но вот здесь тоже, несмотря на скептиз, который обычно вызывают акты гражданской коллегии Верховного Суда, я это дело очень люблю, мне оно очень нравится. Она, конечно, тоже не очень хорошо написана, и можно было написать намного лучше, но в целом идея, которая реализована в нем, мне кажется, правильной. Дело 5КГ-22, 150К-2. Какая-то странная манера номеровать акты, но ладно. И что обсуждается? Обсуждается известная проблема. Внешняя часть стены многоквартирного дома, которая соответствует на уровне высоты и ширины моей квартиры. Она находится ли у меня в моей исключительной власти? Я живу на седьмом этаже, у меня трехкомнатная квартира, которая выходит на улицу, и могу ли я взять и просверлить дырку из своей квартиры на улицу, повесить кондиционер, блок кондиционера внешний, естественно, на том уровне, где находится моя квартира, не выше, не ниже, а именно на уровне моей квартиры. И жить, слава Богу, с прохладой. Мне казалось, что в российской традиции, что ли, наверное, обычай какой-то сложился, именно такой. Что внешняя часть, которая за окном, это моя, я что хочу, то и делаю. Отсюда появляются всякие растяжки, продаю, которые люди вешают под своими окнами своей квартиры, или на внешней стороне балкона. И установку кондиционера никогда ни у кого никаких сомнений не вызывал. По сути, это моя часть дома, я бурю. Но это несмотря на то, что это устоялось в России, и такой обычай правовой, мне кажется, он сложился, что ни у кого не спрашиваешь, сам делаешь. Но стал вопрос, насколько это правильно с точки зрения закона. И вообще-то, конечно, нормы жилищного кодекса не дают оснований для того, чтобы такой вывод сделать. ЖК говорит о том, что внешние стены дома это общее имущество. Раз это общее имущество, то любое использование общее имущество допускается только по согласию всех собственников квартир. Понятно, какой-то хворум есть, естественно, вы не помните, допустим, три четверти, например. По-моему, три четверти считается, что внешняя стена дома это не твое, у тебя нет на дне исключительной власти, ты можешь что сделать? Ты можешь просто пойти к соседям, обижать, собрать подписи, если они не разрешат, то вешай кондиционер. Понятно, что это не работает для случаев, когда ты монтируешь кондиционер в специальном блоке, который застройщик, который построил новый дом, предусмотрел. Да, ты сверлишь общее имущество, ты делаешь дырку в общем имуществе, но поскольку целевое назначение вот этой части общего имущества предопределено архитектором, который запроектировал вот эти, я не знаю, как они, приемки, по-моему, они называются, для кондиционеров, то все окей, согласия не нужно. Но в старых домах, где вот этого нет, конечно, нужно идти и спрашивать согласия. Вот дело дошло до Верховного суда, и не считая, что тут сказали, нет, мог просверлить, все окей. А Верховный суд говорит, нет, надо было спрашивать согласия жильцов, других, такого согласия нет, поэтому кондиционер подлежит демонтажу. То есть там был иск о демонтаже кондиционера. И вот это решение, конечно, это повод в очередной раз порассуждать о том, что поэтажная собственность, идея о том, что у собственников квартир нету индивидуальной власти над той частью фасада, которая соответствует их помещениям. Это, видимо, в том числе и способ обеспечить некую эстетику нашим городам. Но вот я думаю, если вы проедете по какой-нибудь красивой улице у себя в городе, в Москве, наверное, это Тверская в первую очередь, и, наверное, это Новый Арбат и Ленинский. Три такие, наверное, красивые большие улицы, где современные, относительно современные дома, это вот сталинский ампир. Допустим, ты едешь по Кутузовскому, например, по проспекту, ты видишь эти красивые, действительно, красивые сталинские дома, красивая архитектура, которая обезображена, изуродована вот этими блоками кондиционеров. То есть, это как, знаете, как белые черви такие трупные, они вылезли наружу головкой и портят фасад дома. но, по всей видимости, это какая-то, может быть, компания развернуться на почве этого судебного акта, связанного с освобождением фасадов красивых зданий на главных улицах городов от блоков кондиционеров. И я, например, как юрист и как эстет, я буду только за. Понятно, что это, ну, например, в каких-то случаях может быть и слишком жесткое решение. То есть, если у вас квартира выходит на какой-то там, я не знаю, проезд тупиковый, да, где-то на задворках, и фасад, ну, так скажем, не вот тебе пример красоты, то есть, какая-то облезлая панелька, да, советская, там, 80-х годов постройки, то бороться за красоту и за эстетику в данном случае, может, ну, не надо, не знаю. Но если это действительно это красивый дом, который фасадом выходит на какую-то значимую улицу, то уродовать фасады кондиционерами, это, мне кажется, дикостью. У меня есть коллега, мой друг, Олег Романович Зайцев, который просто является, по-моему, самым ярым противником вот этого подхода. Он говорит, важно, чтобы людям было хорошо. Вот человеку должно быть внутри его квартиры комфортно, а что там будет уж на улице, какая эстетика намазолена, это его проблема. Да не нравится, в конце концов, чемодан, как бы, у вас есть три выхода из этой проблемы, Внуково, Шереметьево, Домодедово, да, международный терминал. Ну, кстати, побуду, да, международных терминалов и вылетов. Я как-то, я был в Дубае по делам, и, ну, не знаю, если кто-то был, тоже помните, когда вы едете от Даунтаун по Шейхзейд Роуд и вы поворачиваете направо в аэропорт, там стоят панельные дома, прямо, примерно, такие же, как у нас. Какая-то тоже П-48Т, какая-то чудовищная, такая, омерзительная вот эта вот панелька, антиархитектура. Ни одного кондиционера, а уж Дубай, ну, по климату, ну, понятно, это, в общем, я так думаю, что, скорее всего, просто, видимо, нашли какое-то решение сделать так, чтобы даже в старых панельных домах, которые абсолютно по технологии идентичны нашим домам, они как-то придумали, как прятать блоки кондиционера. Понимаешь, там есть кондиционеры, потому что в Дубае невозможно жить летом без кондиционера. И осенью невозможно, и весной невозможно, и даже почти всю зиму тоже невозможно. И, то есть, надо думать и искать. Да, понятно, это может быть дорого, но внешний вид наших городов, мне кажется, заслуживает это. Я, конечно, при всей своей любви и уважении к коллеге Романовичу Зайцеву, я вот такого радикального индивидуализма, я вот, честно говоря, не поддерживаю. По крайней мере, мы любим приезжать в Париж, в Лондон, ну, любили, может быть, кто-то. Да, в Париж, в Лондон, не знаю, Берлин, да, и вот ходить по красивым европейским городам, и вы видите красивую архитектуру, не испорченную кондиционерами. А мы-то чем хуже? Русские города, особенно те, которые имеют старый центр, построенный до революции, они заслуживают того, чтобы тоже быть красивыми. Вот, надо поблагодарить гражданскую коллегу Верховного суда за такой казус. Принцип единства судьбы и объекта незавершенного строительства, возведенной на арендованной земле. Очень казуистичное дело, я его взял на слайд, потому что я очень люблю саму эту идею, единство судьбы. Вернее, не саму идею люблю, я люблю эту тему. Идею я как раз не люблю. Почему? Потому что мне кажется странным решение нашего права, которое рассматривает здание, не знаю, сооружение, объект незавершенного строительства, как самостоятельный объект недвижимости. Я глубоко убежден в том, что это ошибка, и мы все хлебаем, в общем, разными ложками, и ложкой там из налогового права, да, коллеги, которые налогами занимаются, знают. И частно правовые споры очень такие интенсивные, они такие зверские по поводу того, является что-то вещью или не является. Но это то, что является жизнью, да, вот в кодексе так, что недвижимая вещь это не только земельный участок, но и здание, сооружение, объект незавершенного строительства. И, конечно, главный вопрос такой, как соотносится между собой права на искусственный объект, на искусственно созданную вещь, и права на земельный участок. Общая идея, вы все знаете, такова, что вот надо всегда стягивать право на землю и право на объект, построенный в одни руки, и чтобы вот эти права всегда обращались вместе и никогда не разбегались. Этого, к сожалению, не понимает Верховный суд, который в пленуме, по-моему, по завещанию, по-моему, по наследованию, по-моему, 2008 года написал страшную вещь, то, что собственник дома с землей может дом завещать одному улицу, а землю другому. Опа! Это как же такое? А у вас в кодексе написано, что все-таки сделки ничтожные. А Верховный суд говорит, да ничего, нормально, и так сойдет. Да-да, как в том мультике, помните, да и так сойдет, нормально. Свобода завещания, в конце концов. Да, и в ГК есть очень такая норма, она такая суровая. Она заключается в том, что если у тебя права на землю кончились, то есть это не собственность, а какое-то право, ну, временное, аренда, да, эти вещи своими именами называть, у тебя право на землю кончилось, и вновь его приобрести ты не можешь, то ты обязан разобрать объект, который у тебя есть на этом земле. Ну, это как раз реализация принципа единства судьбы. Но жизнь показала, что эта норма, несмотря на то, что она, видимо, догматически верная, но она как-то прям совсем против, ну, против здравого смысла. Вы знаете, то, что у нас есть норма о том, что если я начал что-то строить, не достроил, у меня есть право на продление однократное, и вот если потом я не достроил после продления, то все, ничего больше делать не могу. по идее, вот здесь должна включаться как раз норма 271, по-моему, ГК, о том, что вот, ну, не получилось у меня построить на арендованной земле, поэтому, разбирая здание, уходи к чистому участку, отдавай арендодателю. Но вот Верховный суд в этом деле сказал так, что норма об обязанности разобрать не действует как общая, можно прекратить право на недостроенный объект, который ты вот пытался построить, не смог построить, только в том случае, если будут применены процедуры публичным образованием, связанные с выкупом вот этого объекта, который стоит на этой земле. То есть, это специальная процедура, когда у муниципалитета есть деньги, он выкупает недострой, отдает кому-то, и тот достраивает, и цель будет достигнута, строительство. Но понятно, что муниципалитеты, как правило, бедные, как церковные мыши, хотя не знаю, сколько это сравнение корректное сейчас. Ну, в общем, у них нет денег на это. И, понятно, никто так не делает никогда. Они никогда не предъявляют эти иски. То есть, надо быть Москвой, наверное, чтобы иметь такую роскошь, предъявлять иск об изъятии в госсобственность за деньги, не достроив, чтобы отдать потом кому-то, кто достроит. И, Верховный суд говорит, если публичное образование не делает этого, то оно обязано еще раз заключить договор. И еще раз, и еще раз. То есть, очень забавно, получается такой аверс-реверс. То есть, с одной стороны, либо выкупай за деньги у застройщика, а если не можешь, тогда отдай ему в аренду, потому что подвесить в лимбу, то есть, такое состояние промежуточное, у тебя и прав на землю нет, и снос не получается, и денег нет на выкуп. Нельзя. То есть, очень такое, в общем, хорошее, спокойное и качественное определение. Мне оно понравилось. Так, у нас время сколько? Скажите, пожалуйста, коллеги, которые... Нет, а нам осталось? Надо завершать, мне пишут коллеги. Ну, давайте быстренько пробежимся. Вот смотрите, есть два дела про супругов и про супруги доли в ООО. Чем мне нравится первое дело? 26.6.11. В этом деле... Сейчас отбросим фактуру, я не хочу ее анализировать. В этом деле, как мне показалось, была попытка решить очень старую проблему. Представим себе, что я участник ООО, и я в браке. Но в реестре участников только я один записан. Вот спрашивается, от того, что доля находится в совместной собственности. И моя жена, на самом деле, такой же участник, получается ООО. Вот может, вместо меня на собрание моя жена прийти? И сказать, вы знаете, я тут вот подумала, и Роман Сергеевич хочет проголосовать-то. А что не может, если это совместная собственность? Почему не может? Это же общее имущество. И он, как бы, обладатель доли, и она обладатель доли. Если бы у нас были бы не записи в реестре участников ООО, были бы документарные акции, можно было бы вытянуть эту проблему. Вы помните, что в классической теории ценных бумаг есть такое знамятое правило. Есть право на бумаге, есть право из бумаги. У того, у кого право на бумагу, у того и право из бумаги. Есть специальные правила легитимации, кто легитимирован на реализацию прав из бумаги, и можно было поиграть. Можно было сказать, что в реестре акционеров на документарную акцию право только у мужа, и поэтому только он акционер. Но, в связи с тем, что у нас, во-первых, это не акции, а доли ВОО, акций у нас документарных тоже нет, поэтому эта конструкция права на бумагу, право из бумаги у нас не работает. И поэтому, действительно, формально у нас есть что? Да какое благо? У нас есть участие в корпорации, это наше благо, это объект гражданских прав в смысле статьи 128 ГК. И, видимо, у нас есть множественность в субъекте, кому это право принадлежит. Множественность какая? Ну, солидарная, очевидно. То есть, я плюс моя жена вместе, мы... И, да, действительно, прав, опять же, то же самое Олег Романович Зайцев, который считает, что, да, супруга может приходить на собрание и голосовать вместо мужа так, как она считает правильным. Мы подумали, я решил, вот, я проголосовал так. Мне, честно говоря, это ужасно не нравится. Почему? Потому что общество с ограниченной ответственностью это такое объединение лиц, и личный элемент значимый в ООО, поэтому есть всякие правила, которые позволяют закрыть де-факто ООО от попадания в него каких-то посторонних людей. И Верховный суд в этом деле придерживается очень любопытного подхода. Подход заключается в том, что Верховный суд говорит, то, что эта доля находится в совместной собственности супругов, не означает, что другой супруг, который не записан в реестре, является участником ООО. Это лишь означает, что в случае развода супруга, второй супруг, который не записан в реестре, может потребовать выплаты действительной стоимости доли. И мне, честно говоря, это очень напомнило такую модель супружеской собственности, которая есть в Германии, которая называется модель отложенной общности. Вот у немцев, как устроена собственность у супругов, каждый является собственником того, что он купил, на чье имя записано. Но если развод, то судья взвешивает, чего во время брака купил муж, что купила жена, что дороже, что дешевле, и делает сальдо, и присуждает денежное сальдо в пользу другого супруга, с учетом арест такой обеспечительный, наложить на имущество того лица, не в пользу которого сальдо оказывался. Кстати, тоже опять привет правилам судебного ареста, о приоритете, и вот чудовищная ошибка, которая была тоже верховным судом допущена, когда он сказал, что у залогового ареста нет приоритета, а у арестного залога нет приоритета. Это, конечно, ужасно, неправильно. Но неважно. И вот в этом деле как раз ВС коллеги говорит, ну и что, что долевая совместная собственность, она не участник, и у нее единственное право, это право на выплату действительно стоимости доли на случай развода. То есть ВС говорит, да, совместная, но она ничего делать не может, ну так это значит не собственность. А что у нее есть? А у нее есть право на стоимость доли, ну то есть право на случай развода получить ценность, так это и есть отложенная семейная собственность, просто прям как у немцев. Может быть, Верховный суд немцами стал, не знаю, какие-то, да, они такие здесь немецкие подходы генерируют. Более того, в следующем деле тоже про долю ВО, я тоже, наверное, на этом сейчас уже буду закругляться, в следующем деле Верховный суд вообще использует выражение, которое я когда прочитал, я вот окончательно убедился, что, видимо, немцы, наверное, захватили наш Верховный суд, потому что в этом деле обсуждается вопрос о правовых последствиях соглашения между супругами о разделе имущества, в котором они делили долю ВО. Что это такое? Муж говорит, вот смотри, у меня есть доля ВО, она вот столько-то, ну давай делить пополам, видимо, да, мы разводимся пополам, вот половина тебе, да, вот доля должна выйти стоимость, а сама доля мне остается. И там супруга спорила с ООО по поводу выплаты этой действительно стоимости доли, и Верховный суд, анализируя казус, говорит, соглашение супругов о разделе доли в ООО является распорядительной сделкой. И это очень круто, потому что это вводит, ну, по сути, в позитивное право сам термин. Я напомню, что это распорядительная сделка. Распорядительная сделка – это сделка, которая содержит не обязательства, это обязательственные сделки купли-продажи, аренда, какие-нибудь там услуги подряд, а распорядительная сделка – это сделка, которая влияет непосредственно на имущественную сферу участников. Например, когда мы с вами заключаем договор о купли-продаже моего телефона, я обязуюсь вам передать телефон, вы мне обязуете заплатить сто. Мы приняли на себя обязательства. Но потом, для того, чтобы их исполнить, я вам протягиваю телефон, вы его берете. Я его протягиваю почему-то, потому что я должен вам передать собственность. Я передаю вам движимую вещь с намерением сделать вас собственником. А вы берете это, и вы становитесь собственником. Вот что это такое мое волеизъявление, когда я вам протянул сделку? Потому что это волеизъявление, направленное на правовые последствия. То есть это очень интересный, очень богатый конструкт. У Андрея Владимировича Егорова есть шикарная статья, она называется распределительной сделки, выйти из сумрака. Прям очень советую найти ее, прочитать. Конечно, есть коллеги, которые говорят, не нужны нам эти ваши распределительные сделки. Что вы выдумали, все, чтобы как у немцев у вас было. Вы еще, наверное, пойди на немецких машинах ездить хотите, не хотите на Ладе Гранте кататься. И вот вам все в эту немецчину тянете в наше право. Но Андрей Владимирович очень убедительно доказывает, что без этого никак. Например, мы с вами договор купли-продажи заключили телефона, а сам телефон вы мне силой отобрали, например. Где порог, в чем порог? В договоре нет, а в чем? В том, как собственность перешла. Ну или, допустим, договор купли-продажи здания заключили, в Росреестр сходили, собственность зарегистрировали. А потом выяснилось, что здание – самовольная постройка. Где проблема? В договоре купли-продажи или в регистрации перехода собственности? В общем, я на этом и молкаю, потому что действительно нам надо подумать о коллегах, которые будут после нас. Видимо, вопросы, ну, наверное, когда-нибудь потом. Слушайте, да, мы с друзьями играем сегодня в 8 вечера. Те, кто любит рок-н-ролл, приходите. Мы играем, как называется клуб? Нюра. Да, да, в общем, тот, кто любит хороший рок, приходите, послушайте. Я думаю, что вам понравится. Так что увидимся там. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...